Школа «Юнг» была создана на Соловецких островах на Белом море в 1942 году. Флот Советского Союза остро нуждался в квалифицированных специалистах, боцманах, рулевых, радистах, мотористах, торпедных и артиллерийских электриках. Широкого оповещения наборе в школу не давалось, опасались излишнего энтузиазма среди юношей и самовольных побегов на флот. Ведь многие подростки были нужны в тылу, работали на заводах. Набор производился по специальной разнарядке. Брали юношей 14-15 лет, имевших 6-7 классов образования. В основном сирот и беспризорников, чьи родители погибли на войне. Проучившись год, в школе «Юнг» они отправлялись на фронт. С речного вокзала Куйбышева за три года набора в школу уехало более 700 мальчишек. Мы сейчас чтим память и тех ребят, которые, несмотря на свою юность, были готовы жертвовать своей жизнью. И они являются сейчас примером для подрастающего поколения. Мне кажется, именно сейчас, в 2022 году, как никогда важно нашим детям донести, как важно жить под мирным небом, но и как важно уметь встать на защиту своей родины, если она находится в опасности. Поэтому пример словецких «Юнг», мне кажется, будет жить вечно. Всего с 1942 по 1945 годы в школе «Юнг» было подготовлено более 4000 специалистов – радисты, мотористы торпедных катеров, электрики надводных кораблей, боцманы надводных кораблей, торпедные электрики. На действующем флоте выпускники школы «Юнг» ценились и даже проводили занятия со взрослыми матросами, которые воевали, но не имели образования. Областные, городские власти, депутаты, общественники, участники военных объединений зажгли свечи памяти и возложили цветы к памятнику Соловецким «Юнгам». Конечно, надо помнить, потому что самое страшное – это потеря человеческой жизни. Война, она сама подразумевает это. Поэтому существуют вооруженные силы стоять на страже мира для того, чтобы не было войны. Старая истина – если хочешь жить в мире, готовься к войне. Всегда надо быть при оружии с тем, чтобы по возможности не допустить кровопролития. Я считаю, важно вспоминать любую дату, связанную с военными действиями, потому что это память, это честь ветеранов. Люди отдавали жизни за нас, за наше светлое будущее. Сейчас тоже у нас обстановка не самая, скажем так, доброжелательная. Поэтому, конечно, нужно формировать дух граждан, особенно молодежи. Поэтому, конечно, такие даты знаменательные, они всегда важны. Многие выпускники школы Соловецких «Юнг» были отмечены боевыми наградами. Некоторые за проявленный героизм получили ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Продолжение следует...